Итак, всех снова приветствую, с вами я, Алексей, и сегодня мы будем обозревать такого ниндзя, как Джошин, хотел сказать, нет, я не трап, к счастью, и, в общем-то, это Хаку Тайшо Эпоха какая-то, не знаю, что за Тайшо, не Тайшо, но выглядит прикольно, ну, хотя, я не знаю, на самом-то деле, мне нравится. Вот единственное, что, как бы, такой халат, который обнажает ноги, все дела, а как же там хуй, короче, можно рассмотреть, ладно, не будем издеваться, но, тем не менее, очень интересно, очень интересно. В принципе, что я хочу сказать, ну, да, улыбается Хаку очень хорошо, так же выглядит довольно-таки красиво, прямо, пожалуй, даже давайте ее-его поставим вот сюда. Вот так вот, значит, теперь. Это ж вроде он числится, как мужчина, да? А, странно. Ну, в принципе, раз не отрезали ему, то, в принципе, значит, мужчина. А то, знаете ли, говорят еще чуваки, что, типа, кто не служил, не мужик, или кто там не сидел, не мужик, и так далее. Вот, как вы видите, Хаку считается мужиком, даже учитывая, что носит платье и ебется с другими мужиками. Так что, вот такие вот дела. Ой, что я коллект поставил? Давайте смотреть, собственно, обозревать нельзя, а то что-то мы совсем не в ту степь углубились. Блин, вот Хината есть, блин, Гурен есть. Кстати, у меня, по-моему, Гурен нету, я ее не собирал. Ну и ладно. А пойдусь без Гурен. Блин, у меня есть Конан, у меня есть Куренай, у меня есть Мэй. Короче, у меня есть много женщин, кроме Хаку. Ладно. Давайте, кстати, покушать ему дадим и посмотрим, как он будет спасибо говорить. Please give some to zabudan x-time. Фу! Как? Ну все, я, значит, тебя кормить не буду. Блин. Любитель забузы. Ублюдок. А я-то думал подлизаться. Ну да ладно. Значит, где его берут, короче, с ивентов берут. Ну вот, собственно, с ивентов нам и дали. С мио-воку трайла дали. Короче, если кто-то, блин, напишет, типа, где ты взял, где ты взял его, я тебя забаню, потому что надо смотреть мои другие видео. Я зачастую ничего не получаю просто так. А если я получаю неожиданно какого-то ниндзя, то я делаю на него обзор прямо в тот же момент. Этот же ниндзя, он есть у всех, он, типа, запланированный, все дела. В принципе, что я могу сказать насчет самого ниндзя? Ну, блин, как та же Гурен, этот Хаку, он как раз-таки вот такой вот, как Гурен. Фактически, что еще сказать с этим? Чем-то лучше, чем-то хуже, хотя, по-моему, даже получше Гурен будет. Я не помню, какая у нее главная билка. Давайте, короче, посмотрим. Вот двухзвездочный. Это Хидден Джутсу, Кристалл Айс Мирорс, Тай и Нин со стихией воды и воздуха. Разрушает все барьеры. И наносит... Наносит водяной и воздушный урон Семи юнитам. Короче, так же вызывает низкое подбрасывание на выбранного юнита. Вот знаете, что он разрушает все барьеры. То есть, это Роши. Вы серьезно? А это прикольно. Это Роши или Тенда, вы поняли? То есть, это Ниндзя, который может рушить барьеры. Причем, во втором раунде за 40 чакры. Вы знаете, кто так еще умеет? Это Роши наш замечательный. Так что, вот Хаку это второй Роши. Но я разочарован. Почему я разочарован? Потому что, собственно, он рушит барьеры, в том числе и собственные. То есть, его с барьерами, значит, не нужно использовать. А это говорит очень о многом, я бы так сказал. Значит, кулдаун 3 раунда. Баттлфюд кулдаун 1 раунд. Чакра, использование чакры 40. Ну, в принципе, знаете что? Его, я думаю, с ГК воздуха хорошо используется. С ГК воды он не подойдет. Почему-то, потому что, собственно, с ГК воды он вроде бы с танками больше работает. Это у нас больше дамагер. Это, во-первых. Во-вторых, как бы, это... ГК воздуха может перезарядить его обилку во втором раунде. То есть, он сможет в третьем раунде опять ее заюзать. Так что, это очень круто. Мне вообще ГК воздуха понравился с его перезарядкой. Ее, точнее. Также это мгновенный скилл. Так что, тоже бонус, как говорится. Значит, стандартная атака. Акупунктура, ледяные иголки, иглы. Тай и нин, а также в оппонент фронт роулинг, из-за хайвченцев, кнокдаун и накупункчур. То есть, опрокидывает и сайленсит. То есть, накидывает это... Запрет кастовать, не мату. Как-то так. Ну, или блокирует танкетсу, короче. Блокирует точки чакры, все дела. Ну, атака так себе, но хайвченц. То есть, это 80%. Так что, на самом-то деле, не так плохо, как могло бы быть. Это как у маскетмена или там еще у кого-то. Хотя у него я не помню. У него хайвченц вызвать, короче, комбо. При стандартной атаке. Значит, I style hidden jutsu thousand flying water needles of death. Вот это вот круто. По-моему, у стандартного хаку такой же. Ниндзюцу со стихией воды и воздуха. Chases and attacks repulsed unit causes of water. Это кунгпункчур. This attack never misses. Вот это вот интересно, но, как бы, вы понимаете, что, как бы, это этот, чиз. То есть, это чиз. Это не стандартная атака, это не какой-то скилл. То есть, как бы, если мы уже попали по противнику, то, как бы, промахнуться именно чизом, это довольно сложно. Потому что тот же Наруто Курама, он уклонится именно от того, что вызвал этот чиз. Поэтому его просто не произойдет в таком случае. Но, в принципе, вот против того же Матары, 5каге, это, в принципе, может прокатить, потому что он именно от чиза уклоняется, обрывая их и так далее. Так что, не так плохо, то, что не промахивается. Значит, дальше. Mercy. То есть, пощада. Haku's damage is increased by 40%, but damage caused by him cannot defeat enemies. Да. То есть, Haku не может убивать никого. Печальненько. Как это ужасно. Почему Мэй может всех убивать? Почему Сакура может? Почему Haku единственный ниндзя, который не может убивать противника? Да издевались, что называется. Короче, мазохистом сделали этого Haku ужас. Значит, вот, и вот, если мы прокачаем до 3-го, до 4-го уровня, или до 5-го, ну, естественно, до 3-го, в первую очередь, то мы получим уклонение от атаки или чиза. Ну, то есть, стандартное уклонение, как у маскедмена, как у всех стандартных ниндзя самых нормальных. Так что, как вы видите, 5 обилок, что я могу сказать о нем? Пока что. Я могу сказать, что не так плохо. То есть, как бы, сало, оно, конечно, можно сказать, что оно и хуже и мобайла, но, с другой стороны, можно и сказать, что оно и лучше и мобайла. То есть, обездвиживание, оно только ход работает, а вот эта вот акупунктура работает на протяжении нескольких ходов. Поэтому, собственно, это очень даже неплохо. Так, дальше, значит, мы давайте поставим, пожалуй, тогда сюда джинпачи. Я здесь ставил Мэй, но как-то она себя не реализовала. Поэтому поставим джинпачи и вот потестим хаку. Хаку с забузой всегда должен быть. Они ж любовники. Нужно, короче, попку младенца держать поближе к большому дядечке, папочке. Хе-хе, ужас, короче. Значит, смотрим. Ну, наверное, выберем побольше какашечек для тестинга. А, нет, сначала нужно посмотреть еще здесь, что да как. Значит, это мужчина. Ага, очень похож он на мужчину. Значит, со скрытого тумана. Не знаю, кем бафается. И, типа, улучшенный геном. Ну, да, как будто бы у тебя будут дети, чтобы этот геном реализовать. Ладно, или передать. Короче, рост здоровья 1064. Ну, давайте с забузой. Вот я не знаю уровень. Мы зря его, наверное, покормили. Вот очень зря. Не кормите трапа, помните об этом. Потому что потом они, короче, офигеют, сбесятся и начнут всех иглами пулять. Так, забуза. Ну, забуза, как вы видите, слабее. Трехзвездочный, чем хаку двухзвездочный. Ну, это неудивительно, в принципе. У него зато хер побольше. Значит, атак гроуд 468. Дефенс гроуд 604. Ниндзюцу гроуд 949. Резистанс гроуд 604. Так, а здесь у нас... Ну, вот, как вы видите... Ну, забуза, в принципе, дефенс побольше. Ниндзюцу, естественно, поменьше. Атака побольше. Ну, они дополняют друг друга, вы же понимаете. Все дела. Значит... Чё я ещё хотел посмотреть? Чё я ещё хотел посмотреть? А, чем бьёт? Тайнин, Тайнин, Нин и Нин. То есть, в принципе, Ниндзюцу резонно, что оно у него гораздо больше, чем Тайдзюцу. Поэтому всё правильно. Ну и давайте же затестим нашего хаку. Ебать его, сраку. Нашего нового, красивого хаку. Так, значит, смотрим. Естественно... О, смотрите, чизится. Вы видели? Вы видели, что он сделал? Вот говнюк хаку. Что ты творишь? О, посмотрите. Стандартная атака он тоже какую-то хрень натворил. И вот Забуза дополнил, так сказать. И тут ещё Джинпачи пошёл. Да хватит нас убивать, блин, дебилы. Вы видели, как выглядит его чиз, короче? А вот как выглядит его поле. Ммм... Странно. Чё-то как-то и лагает много. И вообще. Ну, короче, я хочу увидеть его чиз. Да. Как вы видите, мы перезародили его опилку. При помощи ДТ. Но мне этого недостаточно. Ну, естественно, как вы понимаете, хаку ставить основным танком это плохая идея. В любом случае. Вот, как вы видите, вполне себе красивый. Вот сейчас я увидел чиз. То есть, в принципе, у него и стандартная атака. Она очень с большой вероятностью, как вы видите, накастовывает саленс. То есть, акупунктуру. Также вот это вот его чиз. Он тоже очень-очень хорош в этом плане. Он и накастовывает, и при этом выглядит красиво. То есть, это похоже действительно на Гурин. То есть, это такая себе вариант Гурин. Да. Хаку это вариант Гурин только для, вы поняли, чуваков, которые любят мальчиков. Вместо девочек. Так. Ну. вот смотрите опять ну за пузо они хорошо компятся я думаю вы это уже давно поняли и смотрите как подготавливается к пилке учелся кстати в зеркалах отражается именно вот этот хаку и я так понял до конца хода отображается его вот это вот поле а после исчезает но там не написано что вот это его поле которая когда она белку кастует что она что-то дает вообще оса сай куда сайт привет наверное рад что я тебя записал ты ж русскоязычный там сидела вот такой вот в общем то хаку всем спасибо за просмотр берегитесь трапов и всем пока пока